В рядах военнослужащих 115-го зенитного ракетного полка, эти ребята уже три месяца, тщательно отработан строевой шаг и отточено выполнение команд, стал привычным насыщенный распорядок дня, ранние подъемы, тяжелые нагрузки. Многие заметно возмужали дисциплина плюс боевая подготовка, закалили характер. В том, что армия отличная школа жизни, убедился лишь ощутив на себе военнослужащий Виталий Бас. Парень всегда хотел быть защитником неба, пример отца, служившего в данных войсках, стал показательным. И несмотря на сложности, сопутствующие в воинской службе, чего стоит одно лишь управление мощнейшей техникой, парень нисколько не пожалел, что оказался именно в зенитно-ракетном. В моей семье служили все мужчины, поэтому не только от папы, от всех очень много всего слышал. Безусловно, говорили, что это закаляет характер, становишься более самостоятельным, более дисциплинированным. Ну, в принципе, так оно и есть, потому что армия из таких вот мелочей, она делает тебя более таким ответственным. Здесь ничего нельзя пускать на самотек, все нужно делать вовремя. Каждый из так называемых мелочей дается не так просто. Наряду с теорией, военнослужащие на практике отрабатывают боевые задачи. А как иначе, войска данного подразделения ежегодно участвуют в крупномасштабных учениях на российских полигонах Ошулук и Телимба. И сегодняшним солдатам совсем скоро предстоит серьезный полевой выход. Участие в международном конкурсе по противовоздушному бою «Ключи от неба». Многочисленные учения, как в Беларуси, так и на территории соседнего государства. Показать высокий уровень боевой подготовки – задача номер один. Став на защиту своей Родины, эти молодые ребята праздник 23 февраля встречают в несколько ином статусе. 23 февраля до армии я не считал своим праздником, потому что я Родину никак не защищал, даже не пытался, можно так сказать. То есть такой вот стереотип, что 23 февраля – это праздник мужчин, а 8 марта – праздник женщин, в армии он не котируется. Защитники, они уже однозначно, они уже выполняют полностью все обязанности военнослужащего и в суточном наряде, и в ходе боевого дежурства. Ну а в канун нашего профессионального праздника, Дня защитников Отечества и Вооруженных сил, конечно, хочется поздравить всех и военнослужащих, и солдат, и прапорщиков, и офицеров, и ветеранов Вооруженных сил, ветеранов Великой Отечественной войны. И вообще всех тех людей, которые своим ратным трудом осуществляют защиту нашего государства. Соревнования по волейболу, многоборью, плаванию, гиревому, пожарно-спасательному спорту, ликвидации ЧС в высотных зданиях. Сложно представить, что на счету одного человека, тем более такого молодого, так много спортивных испытаний. Наш герой Андрей Булько, начальник Арула, пожарный, аварийно-спасательной части номер 3 Брескова ГОЧС. И на состязаниях спасатель представлял как свое подразделение, так и ведомство. И, к слову, весьма успешно. Что же касается профессиональных успехов, ярким примером, который хорошо характеризует представителя этой профессии, является спасение Андреем, человека, решившегося на необдуманный шаг. На балконе находился мальчик, который грозился перешагнуть за балкон, тем самым сброситься вниз. Я начал с ним беседовать, пытался узнать причину его таких действий, спросить. Узнать его увлечения, какие-то ситуации, может, как он живет, с кем он общается. Психологический прием помог спасателю предотвратить необратимые последствия. За пять лет службы в МЧС было немало сложных задач, признался Андрей Булько. Однако спасение ребенка оставило след в его памяти. Боевых выездов в практике Сергея Лошакевича не счесть. Лучший водитель Брестского городского отдела ПЧС об успехах на службе скромно умалчивает. А ведь роль представителя данной профессии в деле предотвращения опасности весьма и весьма велика. Вовремя прибыть к месту аварии, проложить точный маршрут следования. И это далеко не все, ведь в службе МЧС так заведено. Спасатели – одна сплоченная команда. В этот день хочется поздравить всех своих коллег, всех защитников Отечества. Пожелать им быть защитниками не только на службе, но и дома. Пожелать здоровья им, их семьям. И главное – приходить со службы здоровым. Герои нашего сюжета, как и все брестские мужчины, в этот праздник заслуживают самых лучших пожеланий, успехов на службе и личного благополучия. Вдохновлять своим примером других, быть надежной опорой в семье, оправдать высокое звание настоящего мужчины.